В Воронежской области за пять месяцев этого года диспансеризацию прошли почти 375 тысяч человек. Напомним, что её нужно проходить один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно 40 лет. Мы поинтересовались у воронежцев, что им известно о диспансеризации и проходят ли они её. Да, слышал, я слышу ежегодно, проверяю, ну, хронических полно. Ну, да, чтобы работодатель давал день выходной, оплачиваем для диспансеризации. Ну, я уже пенсионер. Что-то слышали о диспансеризации? Что это такое? Раз в год нужно проходить, это полное обследование организма. Ну, чтобы предупредить, на ранних стадиях заболевание какое-то может быть, я так думаю. Да, предлагают в нашей поликлинике, особенно кто ковидом переболел, предлагают. И даже врачи сами письма в почту кладут, названия, то, что приходите, пройдём полную диспансеризацию. Вы воспользовались вот этим? Я не ходила, но у меня многие девочки ходили, всё прекрасно. Ну, нет, сами нет. Почему? Ну, как-то так получается, что то некогда, то не знаем, куда обращаться. Диспансеризацию в России могут бесплатно пройти все застрахованные в системе ОМС граждане. Она проводится в поликлинике по месту жительства. При выявлении изменений в своём организме стоит незамедлительно обратиться к врачу. Именно диспансеризация имеет огромное значение в предупреждении развития серьёзных заболеваний, включая онкологию. Если пациент выявляет, человек выявляет у себя какие-либо симптомы отличительные от обычных, мы их называем сигналы тревоги. Необходимо обратиться к врачам, специалистам, будь то поликлиника по месту жительства, врачебная амбулатория или, если даже это ФАП. На ФАПе есть медицинский сотрудник, который в первую очередь начнёт быстро, в кратчайшие сроки проводить диагностические исследования пациенту. Медицинский осмотр для многих пациентов на ранней стадии позволяет избежать нежелательных последствий и предохранить развитие болезни. Между всем пройти каких-либо узких специалистов поликлиники бывает проблематично, говорят люди. Плохо. Железнодорожный район имеет две поликлиники. Железнодорожный район на Космодемьянской, его девятая, двенадцатая и девятая. И в обоих нет лору-врача. Но если одни хотели бы, но не могут, то другие просто не успевают дойти до врача, чтобы заняться своим здоровьем, ссылаясь на бешеный ритм жизни. У нас образ жизни такой, вы понимаете сейчас. График работы такой. Не отпускают с работы. Вы сами понимаете. Пять через два в основном все работают. Не отпускают. А это какое время? Это с утра прийти, это в очереди посидеть. И не каждый тот же мой ровесник пойдёт и это сделает. Но хотим и того или нет, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А потому игнорировать диспансеризацию всё-таки не стоит, чтобы не упустить драгоценное время, когда болезнь можно излечить.